Отцы, благословите слово сказать. Владыки-то нету сегодня, к кому обращаться я не знаю. Архимандрита, наверное? Нет, Архимандрита тоже нету. Игумен есть, Арт-Игумен. Игуменов тоже нет, Керамонахи-то. Ты бы представил бы, новые люди. Отец Филарет, это уже знакомый. Хорошо, дальше. Это отец Дионисий. Служит в храме на Ленском проспекту. Мама моя туда ходит. Вот, мать его туда ходит, Сергея. А он человек говорит, один, говорит, ваш прихожанин ко мне ходит. Такой, говорит, как-то... Я говорю, где бы там в столярхе уделил, а вот он, говорит, вот этот. А я так предположил, что я говорю, это как бы не Сергей Гурцов. Он вам показывает, точно. Он, да? Он. Он. Где есть это гражданское имя, нет? Денис, Денис, да. Открещенный из детства. Да. Монарское семейство, не монарх. Нет, нет, нет. Можем сказать? Давай, давай. Сейчас, младешки. Говорит только гороскоп про нас. Главная задача сегодня, это, конечно, не строительство храмов, не 200 храмов в Москве, а то, о чем будет спрошено в Страшнем Суде. Можно иметь ни одно высшее учебное заведение позади, за свящами. Можно стать патриархом и не оказаться в Царстве Небесном. Кремлин, 8 глава 9 стих говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Вот когда человек это вникнет, он буквально цепляется до себя. А как проверить? Это мне кто-то должен сказать или я сам могу определить, есть у меня Дух Святой или нет? Если. Кто назвал книгу «Деяния апостолов»? Что написали, ее знает Лука. А кто ее назвал «Деяния апостолов»? Вот этот вопрос, если вы учились в семинарии в Академии, ответьте. Кто? И никто не опротестовывает. А Ян Затаус Первый сказал, говорит, это неправильное название. Вот тебе на Библию издают и неправильно. А это к Библии не относится название. Это люди придумали. Он говорит, деяния Духа Святого. То, что делали апостолы, они говорили, Павел говорит, я боюсь всех потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною. И он говорит о Духе Святом. Вот Дух Святой людям вообще неизвестен. И церковники мало об этом знают, мало говорят. Вот на Христа тот ругается, там Бога, там прочее. Тут сразу видно. А Дух Святой просто отвержен. Нет Духа Святого в верхнюю зону. Зона молчания. Христос говорит о своем страдании. Ради чего он пришел, ради чего воплотился от Пресно Девы Марии. Ученики неисполненные Духа Святого не понимают его совершенно. А кто справа сядет, а кто слева. О чем речь-то идет? Речь идет о вечности. Я искупитель, я пришел. Не царь Николай искупитель. Как Осипов говорит, большего безумия придумать нельзя. Искупитель один, Христос. И они его не понимают. Он говорит, как я тоблюсь. Доколь сойдет огонь. То есть в переводе смысл имеет такой. Я как бы в тюрьме нахожусь. Вы не понимаете меня. Доколь не сойдет Дух Святой огненными языками. И тогда откроются очи. И Дух Святой придет. Придет и что? Веточками украсим храмы. И научит. И обличит. О чем? О грехе, о правде, о суде. Сегодня люди судят. Сколько грехов. Которые маленькие грехи, побольше грехи. Кто их распределял? Большие и маленькие. Сегодня в интернете столько от священников напутано, что буквально не знают, где провернуть. Грех один. А один только грех. Смертный один грех. А какой? А вот здесь и говорится, кто Духа покурит. Опять о Духе речь идет. На сына скажут проститься. Почему? Вот анимость человеческая. А это не проститься ни в семь веке, ни в будущем. Так а может я покурил? Если каешься. Я не покурил. Покаяние это труд Духа Святого. Сегодня самая большая подделка, самая большая подделка, нигде там в церкви создали мистемерские отделы. Вот люди то ли вообще не понимают ничего. Избрали человека 20 лет ссорят между собой людей. Всех перессорят. Биллионы людей врагами сделал. И вы его не знаете? До самого патриарха как будто все ослепли. Дворкин Александр Леонидович. Сегодня весь и пир переполнен. Но он и не пропестр липов, и наркоман бывший хиппи. Перечисляют все. Выступает сегодня, я не знаю, роликов может 50. Про пистарат все начинают исследовать. А так полное помутение народа, люди не понимают. Сектовед вообще такой специальности нету. Ну сектовед, всех тогда плохо. Волки. Я буду исследовать у волка когти. Подушечки на ногах, шерсть. Что из этого изменится? Овечка все равно будет слопана. Исследовать надо то, как найти защиту среди волчьего сада. Я посылаю как овец кинти волков. Ну понятно, волки это там. А Павел собрал и говорит, из вас восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Он призвал из-за беса священников, присвятеров, епископов. Из вас. Будут говорить превратно. И задача увлечь за собой, чтобы свечки покупали. Чтобы народу было больше. А кто туда войдет? Святым иногда было открыто полный храм. Там престольный праздник. И только полтора человека молились. Я могу называть это житие святые. Все. Вы знаете о чем именно это? Ну и как? А выход один. Истинное покаяние. Покаяние это труд Духа Святого. Я могу вызвать в человеке раскаяние в его поступке. Но и не раскаяние, что вся жизнь его неправильная. Когда он это понимает, все мгновенно раскрывается по-другому. Совершенно по-другому. Миссионерские отделы Бог не создавал. Святые отцы не создавали. Ни каноны, ни кто. По-двое. 12 человек по-двое. Два. Вот отдел весь. Туда идите. Эти к Кипиопам, эти к Таурегам. Эти пойдут в Африку. Эти в Идию. Два. Кирилл и Мефодий. Другого нет. А почему не компания? Отдела бы. Собрались. Деньги бы получали. Там ходили. Потому что это труд Духа Святого. Душу привести в соответствие с созданной совестью невозможно. Когда я впервые прочитал у Златоуста, конспектируя его, он говорит, совесть первичнее Евангелие. Думаю, как же так? Он говорит, а Евангелие когда было написано? Тогда-то. А как до этого жили? До закона Моисеева? Тысячи лет. До закона Моисеева. До него от нас 3600 лет. Как? Дух Святой обречал людей. Совесть их то судила, Павел говорит, то оправдывала. Господь действует через совесть. Вот тогда Евангелие открывается. Я имел опыт в тюрьме, когда свидетельствуешь, когда в Дух Божий начинает трудиться. Бывает так, несколько слов. А какие слова? Я христианин, я буду молиться, вам не помешаю здесь. Переполненная камера. Вместо 30 человек 120. Попеременно. Круглые сутки там один лежит, другой ложится спать, другие ходят. И ничего больше нет. Только в уголок показали место, где около двери косяк. Вот такое место. Боком стоять. Она в школьке лежит рядом, дует мне в лицо табаком. Все. Больше ничего нет. Круглосуточно. И Бог дает труд Духа Святого. Где-то я всегда вставал в четыре, ровно в четыре, как по часам. Там лампочка горит круглые сутки, часов ни у кого нету. В четыре часа сверяли, минута в минуту. Когда встал на молитву, сразу встали семь человек, говорит, вы знаете, вчера, говорит, семь человек вы молились, ночью сзади становились. Можно мы сегодня с вами будем молиться? Я их никого не звал. Почему? Труд Духа Святого. Я говорю, сначала нужно раскаяться во лжи. Это главный у вас грех. А Господь сказал, и придет Дух Святой, и обречит о грехе, что не верует в меня. Вот он убийца, потому что не верит. Аборты делает, потому что не верит. Депутат-коррупционер лоббирует чуждые народные интересы. Он не верит, что будет суд Божий. О грехе, что не верует в меня. Вот главный грех. Отсюда все остальное. Убийство, блудодеяние, что не верует. А если ты веришь, ты трепетать будешь. Ты будешь умирать, но не прикоснешься. Можно молиться. Но сначала раскаетесь. В дыму табачном Дух Благодати не может действовать открыто. Они тут же собрали табак весь и утопили его. В туалет шмыгнули. Бог делает. Кто-то вернется назад. Главное пробудить душу, чтобы соприкоснулась с Духом Святым. Вот ты выходишь, кадишь. А что кадильница означает? Все это зашифрованное. А смысл-то в этом глубочайший. Яка кадила, яка жертва вечерняя. И человеку надо показать. Это напоминание. Есть кадила, у тебя нет. Горит свечка. Вот Владимир Головин, болгар там. Он об этом говорит. Свеча вообще никакого таинственного смысла. Никакого не имеет. Только одно копыть. И кто-то будет стирать, деньги получит. Больше ничего это там где-то. Это батюшка, который православный, патриарший. Очень известный, да? Вот об этом говорит. Но она означает, чтобы я светил так и из чистого воска был. Как Серафим Саровский говорил об этом. А сегодня какие свечи? Соприна не будет из чистого делать. Ей прибыль нужна. К этой свече может прикасаться нельзя. Вот у нас спасики. Сами вылили. Вот поставили. Ни одного грамма принеси не должно быть. Это спасение может не относится. Он упоминает. Я дождусь к самому большому обману висионерские отделы. Где-то вам придется быть. Вы спросите. А кто их составлял? Где? Когда? Всему есть начало. Вот проповедник. Проповедников миллионы. Проповедник был очень хороший Гитлер. Он заражал весь народ. Он находясь в помещении, он жесты отрабатывал. И масса там. Почти все повторяли эти жесты. Какая связь была с народом. Примерно 90% немецких женщин желали иметь ребенка от него. Нет Сталина. Это был оратор. Ленин был оратор. Троцкий оратор. Фидель Кастро. Это проповедники своего учения. А благовестники это благая весть о Христе Иисусе. Говорить. Но обращать это Дух Святой делает. Говорить можешь. Тебе тут уже будет и семинария, святые отцы, каноны. А обратить вот с этой целью посланный. Слово Мессия во всей Библии в Ветхом Завете Новом встречается только два раза. Мы нашли Мессию, что значит Христос. Это первое. Второе. Женщина. Самарянка бежит. Уже четвертая глава Евангелия Тяна. Нашла Мессию, что значит Христос. Больше ничего не значит. А слово Мессия отсутствует. Его нету. Вообще отсутствует. А как постно? Дух Святой побудил меня прийти. Если Дух Святой на минуту отступает, как Серафим Саровский говорит, я делал ошибки. Я делал ошибки. Это его слова. И апостол Павел было так же. Дух Святой вел, и вдруг связь прекратилась. Так, ребята, надо идти проповедовать. Наша Мессия, знаете куда? В Асию идем. И вдруг препятствие. Какое не написано. Голосы засвучал. Мы можем только догадываться. Павел сказал, нет, это не наша дорога. Знаете, нам кажется, надо в билет пойти. Хорошо, собираемся. Билеты куплены. И снова ответ нет. Павел запутался. Он не знает, что делать. И ночью является муж. Может быть, его Дионисия Арифагит было звать. И он говорит, приди к нам. Помоги нам. Македонянин. Ага, в Югославии путь лежит. Это весь дойдет до Иосифа Бородских Том. Там еще коснется. Он явился. То есть, необходимо, чтобы снова соприкоснуться с благодатью Духа Святого, которое начинает открывать. Мне приходилось встречаться со священниками, которые искренне раскаялись. Я вот говорил на вас там, сектанты, там, баптисты. Митрополит Сергий Иванович, он на это ответил так. Тоже со священниками, там, где его говорят. А почему говорят? По зависти. Потому что сами ничего этого сделать не могут. Есть ответ. Больше ничего в этом нет. А почему по зависти? Завидовать не надо. Это не христианское качество. Если ты желаешь жить в Духе Святом, отложи все. И скажи, вот я. Руководи мною. Есть люди, которые прямо готовы сразу. Кто я? Господь говорит, уста нечистая. Ты лгал. Не пройдет. И это кто-то был пророк Исаия. Пока хирургин не взял, клещи и угля не провел. Вот теперь пойдешь. Как труп в пустыне я лежал, и Божий глаз ко мне вызвал. Помните Пушкина пророк. И вот теперь рассек мне грудь мечом, и сердце пламенное вынул. И уголь, пылающий огнем, вокруг отверстия и подбинул. Вот это необходимо. И все, может, поэзии Пушкина, это единственное стихотворение, которое каждая строчка подтверждается в Святой Библии. Напротив, в каждой строчке можно указать книга, глава, стих. Итак, вы священнослужители. Ищите этой связи. И подходят священники. Я вот на вас говорил, кто-другой. Наплевать да забыть, такая поговорка есть. А почему ты говорил? Да вот мне сведения неправильные. Но ты же людей так учил. Ты выходил из кафедры и травил их против нас. Травил. Прямо вот такие-то есть. Называют фамилии, имя, златоуз. Говорит, мы не называем никогда. Причина какая? А причина вот такая. И показывает. В проповеди я тебе не нравлюсь. Ты не имеешь права меня называть. Этого права Бог не... Вот здесь тебе встань, обречи. В храме нет. А как? Чтобы понятно было. Чтобы человека не сделать более наглым. Больше другой причины не было. Он еще больше раз отсощится. Я не знал. Давайте запишем. Бери бумагу. Я говорю, батюшка, чтобы было полное похоронение. Ты не знал. Ты со мной не был. Как русская народная линия. Запросили оттуда метрополита Сергия Иваньникова. Вот в этом летом по лагерю. А вы что скажете? Кто Игнатий? Говорят, все к там, кто другое. Он говорит, православный. Нет у него нарушений ни догматических. Догматических. Ни гороучительных. И под прещением не состоит. И связь его состоит в церковь. И через нашу Барнаульскую епахию. То есть, да. Человек в возрасте. Он исповедник. И достойный уважения. И прочее. Это его слова, которые напечатали в интернете. Это мне уже потом прислали. Указали. Ответ был абсолютно точный. Другие не видели. Не знают. Я говорю, ты не видел, не знал. А как же ты от алтаря у престола ставил, руки-то поднимал? Как? Ты не знал. Но Дух-то Божий знал. Почему он тебе не подсказал, что это не так? Я вот вопрос какой ставлю. А Духи Святого. Ты не знал. Действительно так. Вот я стою с одной девушкой. Я вот как раз вот в этом месте разговариваю. Проходит мимо. Она жила в моем доме. Эта женщина. Ладно, не ругай ее. Она хорошая. Я говорю, ну-ка подожди, скажи. А почему ты решила, что я ругаю ее? Так вот, все ругаете. Я говорю, скажи ей. О чем говорит? Он мне говорит, ты на занятия чаще ходил. Ну, я не знала. Ну, ты не знал. А Духи Божий знал. Почему он тебе не подсказал? Ты идешь, я разговариваю. А она заканчивает факультет социологический. Ну, знаете. Настя. А ты-то вмешалась мимо, проходя, показала свою доброту. И доброта оказалась ворованная. От лукавого. Ты должна была только помолиться и спросить. А можно в этой беседе поучаствовать? С разрешением. Потому что, может быть, у нас тайна какой-то. Ты не знал. Но алтаря, простирая руки, почему ты оказался покинутым. Ни день, ни два. Ты 15 лет травил. Ты говорил, у них икон нету. Ну, ты же сейчас ходишь к нам. Ты видишь, что иконы, да? А когда ты травил, ты знал? Знал. А зачем же ты говорил? А чтобы люди к вам не ходили. Чтобы люди к нам не ходили, он лгал. И при том, этих людей, всех могу называть вам. Вы их всех знаете, священников. Но ты не знал. Это я понял. Но Дух Святой знал. Почему за 15 лет, простирая руки, благодать не коснулась конца пальцев пою хотя бы. Разряд один бы раздался. Ты лжешь. А он заранее сектант. А раз сектант, а он не знает, что такое сектант. Ему сказали, нет икон, у них есть священник. Нет икон, и там еще что-то такое. Боже, матерь не признает. Вот два. Приходят иконы. Ну, люди пришли, говорят, отец Владимир, так у них иконы. А это не ради вас их вывесили. То есть он уже заранее запрограммировал, у него одна ямочка в мозгах. Туда шарик катился сектант. Он изначально положил туда ложный посыл, и на него теперь все давит. Он сказал, я не знаю, иконы есть. Да, это не подходит под семинарское учение. Сектанты, значит, не имеют икон, это что-то новое. Он мог хотя бы маленько раскрутить. Нет, он теперь давит сектант. Ему предстают ни один, ни два человека. 5500. Это надо устроить было. Все говорят, иконы с первого дня всегда были. Я родился при иконах. Он не может от этого отступить. А это так, епископ, а епископ приезжает, когда к ним они его палками потом гонят, пока за деревню не выгонят. Где-то это видел. Он не может никак, он заложил-то сектант, а он бы увидел, как вот фотографии, вот епископ, серьги с этого. Фотографии, это же не подделка. Видео стоит там. Изначально это покинутость Духом Святыни. Ни о каком обращении там быть не может. Нужно учиться мыслью и категориями священного писания. Почему Иоанн Затауст говорит, где есть Библия, дом делается, где досягаем для дьявола. Она должна быть внутри. Вот мы собрались, побыли, поддержали этот телесный храм. Господи, наполни его благодатью Духа Святого. Я не знал, и поэтому я молчал. Обо мне запросили какого-то священника отца Сергия в Нижнем Новгороде. Он отвечает. Ну вот, Игнатий сектант. Я не о себе говорю-то, ну раз на мне соткнулось это все. Но, скажите, златоуст в интернете еще есть полностью на читерне? Отвечает, нету. Только моим голосом. Это положительно для православных или нет? 12 томов, златоуста, от корки до корки, выставлены в интернет. Положительно. Положительно в каком смысле? Что это сектант? Да нет, сектанты не будут его насчитывать. Жития 12 томов. До единого жития. Еще в сверите их, еще в двух томах настольной книги священнослужителей, второй, третий, нашел 174 жития более поздней канализации, которые не вошли у Димитра. И они насчитаны. Это в его пользу говорит. Да, знаете, братья, а добротолюбие 5 томов, это чей голос там? Да и Латкина, и Гнатина. Это в положительном, нет? В положительном. Давайте возьмем пока это. Остальное нам неизвестно. Понимаете, я этого священника не встречал. Но какой ответ разумный? Он не перешагнул нигде грани. Надо говорить о том, что ты видишь свидетель, а он же свидетель. Ну, конечно, 10 заповедей. Ну, 10 всего только грехов как будто бы. Ну, первые четыре относятся отношения к Богу. Там, субботу учти, не делай изображения. А шесть – это взаимоотношения людей. Убить. Отнять жену. Измена. Понятно. И вдруг лжесвидетельство входит в эти шесть страшных последних грехов. Лжесвидетельство. Вот это лжесвидетельство сегодня как будто бы греха никакого нет. Если идет лжесвидетельство, это означает, что благодать покинуло давным-давно. И когда священника я спрашивал, скажите, ну а вы знали, что вот у нас Божья Матерь и Хорум, конечно, знал. И говорил им, что нет, но говорил им нет. И вот я стоял, и вот я стоял, и вот я стоял. Другой. Суд идет. Иннокиня работала. И она не угодила. Она видит, что они там бегают. Священники. Кого покрестить ладошкой с собой? Щашка воды. Больница детская. Ну, нас дешевле в два раза, чем в церкви. На счет бьют. Люди ничего не знают. И ходит она, Иннокиня, на наши занятия в Государственном Техническом университете АГТУ. И она им говорит, у нее мой материал о крещении, там 136 свидетельств, что надо только в полное, только. Он говорит, ну ты учи. Может быть, он кинул просто, думая, что она отойдет. А она стала учить. Давай называть материалы. Он приходит, кого покрестить? Никого нету. У него ни половина стоимости, ни копейки нету. А почему они говорят, да вы же сказали так. Да у нее в шею оттуда. И священников этих, вы все знаете. И кончилось с чем? Она подала в суд. Ей надо на работу. А ее выгнали с волчьим билетом. Она работала в епархии Барнаульской. В епархии. И ей не дали в печать, что она работала. И она должна была теперь доказывать. А кто там, по радам продавцам каждый день приходила, сидела, продавала, там у крестики, что там. Такие бывают при больнице, торгуют. Была, была. Судья Нина Васильевна Жимоведова. Я ее очень хорошо узнала. Я потом пошел и спросил. Я говорю, а как вы узнали, что лгут они, священники? Дай-ка, говорит, по глазам видать. И она не поверила им. И высудила. Суд присудила. Заплатить сколько она не работала. Поставить штамп. Ну, мало заплатили. Она второй раз в второй процесс выиграла. При Максиме было еще. Дмитриев Максим Епископ, который был. А защищал со стороны этих титов отец Георгии. Она не работала, а он юридическое образование имеет. И когда еще в коридоре, говорит, отец Георгий, ну, уже видите, все до одного свидетели говорят, работали. Работала. Пока что я уже не работаю, так она в судно у нас подала. Я так рвахнул. С кем же я имею дело? Жулики? Попы жулики? Лжесвидетели? Ни один лжесвидетель написанный не спасется. Как вы бога-то не боитесь? Из-за каких-то грошиков. А она шла каким порядком? Обратилась к священникам. Нет, она к епископу одну пишет грамоту, вторую, третью. А я у ней был как защитник. Ну, как представитель ее или что-то. Она пишет в патриархиве. Нигде мертвая зона. Вот эта мертвая зона вообще никогда не отвечает. Мне впервые стали отвечать при епископе митрополитии Сергеевске. Я вращался в прокуратуру 32 раза. 32. Вот из-за земли. 32 ответа. А вращался 58 раз. Вот, к примеру говорю, администрацию краевую. 58 ответов. 43 раза в патриархию здесь. Ни одного ответа за 50 лет. Мертвая зона. Зона молчания вокруг Гитлера была. Там нельзя было слово сказать, как у Сталина. Откуда набрались? Я принес приглашение. Приглашение епископу, тогда был еще Максим. И не принимает. Говорит, у нас принимают заявление или что-то только в четверг от 8 до 10. Да где же такое? Я говорю, как оба тебя сприняли? Я же не напрашиваюсь на встречу. Принять бумагу. Тогда придите. Ну я из другого города. Я опять приеду бумагу отдать. Я хотя бы сказал, так ошахнули. Я говорю, знаете, я пойду дальше. Мигом прибежала секретарь, взяла бумагу. Я приглашаю на день деревни. Пригласил губернатора, мэра города, краевого прокурора. У меня очень большое знакомство. Почему? Дух Святой покидает наконец. И человек делается бессовестным. Вот чтобы этого не было, Вы перед тем, как пойти в алтарь дома, И спросите простой молитвой. Господь, не лиши меня Духа Святого. Лишает Духа Святого нераскаянное сердце. Давид два смертных греха сделал. Убийство и прерубодеяние. И говорит, 50-й псал, Духа Святого не отними от меня. Он все еще не покинул. Не покинул, но замер. Убил и молчит. Так все хорошо у него. Нужно было прийти на пару И показать ему, ты жестокий. Принчи, через овечек там. И он говорит, это ты. Вот теперь согрешил я. Согрешил не просто это переворот. Как называют метаноиа. А обратиться в обратное направление. Повернуть оттуда. И вот из положения в церкви тогда изменится. А Духе Святого рассуждать Просто так не придется. Миссионерское дело вообще Имитация по Духу Святого, лукавого. Никого они не обращают. Друг против друга. Секта, секта, все сектанты, все. А секта это только то, открой политический словарь, Где учения, разница с господствующим И где отсутствует Принятие института священства. Нет, ну то есть, а то сейчас мы все Ну, Миренина сделал священником Священника Миренина Мартин Лютер. Вот где корень-то весь. Они не знают этого названия, А учились только у Дворкина. Двадцать лет мозги гостя пудрил. Всех друг против друга. И нынче на воскресное Международное чтение в Москве У них шестого были они, января. И там Пятнадцать докладов было. Ну, одна разная тема и два конкретно. Один про Масленникова, Второй про меня. Конкретно люди назначены. Отец Сергей Дудин Томская епархия. Масленник, как-то разрешает это. Говорит, он не священник. Ну, много его проповедеющих, хороших опокаяний. Екатеринбургская епархия. Екатеринбургская епархия. Очень известный. Барнаул приезжал где-то. И они там говорят, Александр Леонидович, надо обратиться в Роснадзор. Митрополит, он не будет там связываться с Ламкиным. И они пишут пакость. И теперь эту пакость напустили на меня нынче в лагере. Они здесь участвовали в этом священнике. И кончилось чем? Судом. И суд вынес решение отказать ввиду отсутствия преступления. Суд кончился чем? Пшик. Суд закончился. А они тогда на уголовную статью вот приехала женщина. Вот эти вот детки стоят, вот они все здесь. Были в моем лагере. Уже два года бесплатно и прочее. А они тогда так. Попросили по образовательному там форуму, где-то что-то, организация, адреса. Я дал. Вот они по этим адресам. Заберите детей. Иначе вам будет худо. Будете иметь проблемы. Не люблю это слово. И начали на них давить. А это все оттуда прошло. С Москвы. Дворкинская. И... А дальше пишут. Вот то-то, то-то. С детьми было то-то, то-то. Подпишите. А это уже уголовно. То есть я что-то и издевался, что-то там насиловал, или органы продавал. Что-то где-то в этом. Это уже пошла наша свидетельство, краевая прокуратура, как мне сказали. Я сам не был. Но разные родители, которые друг друга не знают, говорят одни и те же слова, как приходили. И чем кончилось? Ничем. По сегодняшний день. А ничего не было. Ни одна мать, ни один ребенок не подписал. Это милость Божия. Это благодать Духа Святого. Вот о чем мы начали говорить. Это надо все время молиться. Не бояться, что у тебя будут противники, которых не одолеешь. Нам одолевать их не надо. Это Бог может только сделать. Представьте, кровавая прокуратура, что они тут еще вокруг меня, в Роснадзор. Вообще, дежурили сутками около лагеря. Полиция сутками вахту передает, чтобы детей где-то взять, чтобы узнать адреса «новые дети». А мы детей, я в лагере 45 лет был. 45. Это они два дня. 45. Без помощи государства тысячи детей прошли. Отдохнули. Ни одного больного, ни отравленного, ни умершего, ни утонувшего. Им не воевать с нами надо, а учиться. А почему? А у них норма написанная. Норму писал человек неверующий. И по этим нормам нельзя в нашем пруду купаться. 200 лет купались, купаться нельзя. Вообще, ужас какой. Из колодца воду берем, а нельзя ее в ведрах носить. Ее надо только шлангом проводить. вода, колодец, родниковая вода, считай. Ну, то есть, все выдуманное было. Ну, естественно, нарушено. Они говорят, понятно. Так, разделочные доски, это для рыбы, для мяса. Из какого материала нет? А вот должно быть из такого-то дерева. Это третье нарушение. Дальше берет у кастрюльки покрышка. Ну, дети уроняли там. И эмаль у покрышки маленько отбита. Записали. Нарушение. Тут можно заржаветь, может микроб попасть. Я говорю, мы живем в природе. Людей надо учить. Так это писал тяжелый больной человек, которого благодать духа не коснулось. Но по меркам Божьим вы виновны в тысячу раз больше. Вы нарушаете все. Вот вы заботитесь о детях, а из вас почти 95% побортятся, разведенки, живете невенчаные, в мужской одежде, брюка ходите, накрашенные. Да я вам покажу столько нарушенных правил, которые божественные правила. Да ваши, да вы каждый день новые пишете. Ваши правила в Индии не имеют значения, в Китае не имеют. Почему? Наши правила благодатью духа святого изречены. И когда вам придется где-то говорить, конечно, вначале, у вас чтобы была мощная поддержка где-то. У нас вот этот юноша на днях сильно пострадал. У нас провода идут на баню и деревья склонились. И чтобы убрать их, сначала надо залезть наклоненно через лестницу высокую, подвесить на другое дерево, а потом перить и развернуть, чтобы она мимо проводов упала. Ну и получилось так, чтобы в одном месте из большого пня выросли настоящие 20 с лишним сантиметров в диаметре 11 деревьев-то. И его заклинило деревье, то так расходит, оно упало, корень-то шире и вытащить не как. Мы его оттаскиваем, а он привязан, мы должны дерево сломать. А этот заскочил ногой туда, и оно вдруг вырвалось и по ноге, и поняли, что нога сломана. Увезли. Гипс сняли вчера и говорит, не сломано. И он промок перестал. Не сломано. Только там, я говорю, может, мышцы порвать. Вот они не могли определить, оренген не показал ничего. Я говорю, давай, Володя, так. Об этом мы сказали в интернете. Все молились, там далеко, и в Америке, и в Канаде, все молились. И вдруг оттуда с костылями под мышки ты приходишь. А почему не предположить? Мы не знаем, а может быть была сломана и по благодати Духа Святого срослась. У нас житья-то, когда считаем, так какими рвали когтями, мечами, а он утром выходит, здоровый, на нем ничего нет. Почитаем мину. Военачальник, его афестовали, руки отрубили, бросили в огонь. Утром приходит, руки у него. Ну, Боже, Матерь, когда руки то выдают. Ну, можно было предположить. Не надо говорить даже, но внутри мы поверили, нет, не поверили. Нам ринген важен. Он ринген сказал, ничего там нет. И поэтому все наши молитвы отошли. Богу слава. Благодаря Христе Божий наш, яко на свете в лесе на земли Твоим благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников пришел и спаси межноя Рим, прииди к дадам и спаси. Слава Святого и Сына и Святого Духа и Небесного и Веков помоги. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Богус плави. Слава и Бог своей благодати и человеколюбием всегда на Небесном и Веков веков помилуй. Спасибо, Христосу. Спасибо, Христос. Спасибо, Христосу. Я говорил, что Это монин и нас как сейчас айти У нас икона есть такая, ни у кого такой нет.